Братья-месяцы В этот день христиане чтут память святого Макария Великого, христианского святого, жившего в Египте, третий век. Недаром, видно, называют в народе февраль двуликим месяцем, не без основания замечая, февраль бока греет, ноги студит. Но нелютые его холода, незатяжные метели никого уже особенно не страшат, потому как не злись февраль, а весна все равно явится. Прозвище Макара «Весноуказчик» само говорит о своем происхождении. По этому дню наши предки судили о весне, а потому примечали. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро. На Макара копель весну раннюю верь. Метель метет, ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль и предстоящее лето. Холод говорил о холодном феврале и благоприятном лете. В этот день в деревнях было принято ходить друг к другу в гости, чай пить, а самовар – раздувать валенками. Считалось, что валенки, впитавшие в себя особый самоварный жар, способны вылечить любую болезнь ног и оградить носившего их от других недугов на целый год. А что же чай? Сейчас кажется, что этот ставший традиционным напиток был на Руси всегда. Чай индийский, Иван-чай или Капурский, китайский и много еще других. По одним источникам первые упоминания о появлении чая китайского на Руси относят ко временам правления Ивана III, по другим – с XVII века. Как-то царь Михаил Федорович Романов отправил к китайскому хану послов, которые и привезли с собой странные сушеные листья. Их восточный правитель навязал в обмен на соболиные шкуры. Однако царь на первых порах не проявил к нему должного интереса. По прошествии полувека чай уже свободно можно было купить в торговых рядах на Красной площади, только вот стоил он очень дорого. А на Руси издавна пили свой чай, который был не хуже, а лучше и полезнее заграничного, и называли его Иван-чаем. Упоминание о нем есть еще в XII веке. Больше всего такого чая заготавливали в селении Копорья под Петербургом, поэтому и стали называть этот напиток, а позже и сам Иван-чай, Копорским. Его отправляли морем в Англию и другие страны Европы, где он был также знаменит, как персидские ковры, китайский шелк, дамасская сталь. За границей Иван-чай называли русским чаем. Уходя в дальнее путешествие, русские моряки обязательно брали с собой Иван-чай для того, чтобы пить самим и в качестве подарков в иноземных портах. В XIX веке русский чай составил мощнейшую конкуренцию индийскому. Великобритания, владевшая огромными чайными плантациями в Индии, покупала ежегодно десятки тысяч пудов Копорского чая, предпочитая индийскому русский. Так почему же в России прекратилось столь выгодное производство Копорского чая? Дело в том, что в конце XIX века его популярность оказалась так велика, что стала подрывать финансовое могущество остиндийской чайной компании. Тогда, чтобы убрать конкурента, компания раздула скандал. Якобы русские перетирают чай с белой глиной, а она, мол, вредна для здоровья. И закупки русского чая были резко снижены, а после революции 1917 года и вовсе прекратились. Копорья разорилась. А черный чай стал набирать все большую популярность. Но мало кто знает, что в так называемый черный чай входит кофеин. Как и другие стимуляторы центральной нервной системы, он противопоказан при повышенной возбудимости, бессоннице, выраженной гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и просто в пожилом возрасте. И вот совсем недавно люди вспомнили о родном российском целебном напитке и началась новая жизнь для нашего Иван-чая. Его брали с собой в кругосветную регату моряки Крузенштерна, а известный путешественник-одиночка Федор Конюхов пользуется им во всех своих путешествиях. Иван-чай уникален и целебен. Это и легкое слабительное, мягчительное, обволакивающее, рано заживляющее, более утоляющее, противосудорожное средство. По своим противовоспалительным свойствам Иван-чай, что научно доказано, превосходит многие лекарственные растения. По своему свойству, уменьшающему чувство напряжения, тревоги, страха, он незаменим. А научные исследования подтвердили многовековой опыт травников. Из соцветий Иван-чая было выделено высокомолекулярное соединение, хонерол, которое проявляет противоопухолевую активность. Нужно признать, Иван-чай имеет не одно, а довольно много интересных названий. Среди них особенно известная кипрей. В народе кипрей называют пуховик, сорочие глаза, богородица на трава, иван-трава, красный цвет и другие. До 17 века знахари использовали целебные свойства Иван-чая и называли его боровым зельем. Были у Иван-чая такие прозвища, как хлебница или мельничек. Все дело в том, что размеленные корешки часто добавляли в муку для выпечки хлеба. Еще его называли петушковыми яблоками за вкусовые свойства молодых листьев, которые вполне могли заменить салат. Есть версия, что название Иван-чай возникло вследствие того, что из этого растения действительно можно приготовить прекрасный чай, а Иван, потому что имя Иван считалось самым распространенным русским именем. Но существует легенда, которая дает еще одну версию ответа на вопрос, почему Иван-чай так называют. Жил в одном селе паренек, Иван, любил щеголять в красной рубахе. Большую часть времени односельчане видели его в лесу, на опушках, среди цветов и трав. Любил он лес. Изучал целебные свойства растений. Завидев мелькавший среди листвы алый цвет, говорили, «Да это Иван-чай ходит!» Никто и не приметил, в какой момент запропастился Иван, но на опушках у окулец вдруг появились невиданные раньше красивые алые цветы. Люди, их увидев, принимали за рубашку Ивана и стали говорить «Да это Иван-чай!» Так и пристало это название к неожиданно появившемуся и так полюбившемуся нам растению. Так что пейте наш родной и такой полезный Иван-чай и будьте здоровы! Славяне!